Эти люди, как никто другой, умеют радоваться жизни и видеть ее плюсы в любой ситуации. Александр Любимов, как и миллионы советских солдат, ковал победу и каждый день на фронте приближал поражение немецко-фашистской армии, при этом проявляя бесконечное мужество и невероятную силу духа. К 17-летним юношей Александр Любимов ушел на войну. Тогда страна задыхалась в тисках немецких оккупантов. Он практически сразу попал на Карельский фронт, а затем на Третий и Второй Украинский. Александр Владимирович награжден медалью за боевые заслуги, орденом Красной Звезды и многими другими наградами. После войны он участвовал в строительстве БАМа и Саяна-Шушенской ГЭС. В канун юбилея 75-летия Победы поделился воспоминаниями. У всех разные судьбы и у всех разная степень уверенности была. У кого злоба, все погибло, некуда возвращаться. Ни села, ни города маленького, который сожгли, ни родных, никого писем не получают. У Сименова есть одно стихотворение, которое начинается. «Я вас обязан известить за неименим адресатом письмо, что в ящик опустить не постыдились, вы когда-то ваш муж не получал». Он не был тронут, по тоном пошлым, не закричал, не застонал, не пропел, все и так далее. Это описывает, как одна прислала на фронт письмо, что я нашла себе человека, она там пишет это так небрежно, все эти слова кидает ему, что ты мне больше аттестат не присылай, я им обеспечен материально, все хорошо и после войны ко мне не приезжай. Он погиб накануне в бою, а почта пришла в эту часть. И солдаты, когда вскрыли письмо, прочитали, Симонову дали ответь ей по-своему, по-поэтическому. Ну вот он и написал этот ответ. Такие случаи были. Когда солдат получал это письмо и читал сам, они прятались, они не выставляли на показ своему соседу. И вот эти вот сложности не всегда понимали и сейчас понимают, какие у каждой личности возникали там, тогда в зависимости от внутренней обстановки в тылу, его семья, где находится. Домашние фотографии были у каждого. Они потертые были. Они завернуты были в газету. Уход за ними каждый старался иметь, но они были все время при себе. Письма хранили многие. Но во время отступления рекомендации были. Значит, не оставляйте письма. Если погибнет, то потом эти письма будут работать уже против нашей воинской части, когда их переведут фашисты на немецкий язык. Трудно было иметь карандаши, тем более ручки. Тогда автоматических ручек не было. Нужно было с собой чернила и все прочее. Весь в мешке солдату. А там что-нибудь такое разбилось, все это перемажет. Поэтому имели или карандаши, или же копировальную бумагу. И палочкой, значит, листок, на котором готовится письмо, накладывается этот самый сверху, чистый листок. И палочкой выводит эти буквы. У меня даже получилось так, что бланк, это приказа Сталина за взятие Вены, оказался в кармане вместе с синей копиркой. И до сих пор синий цвет на этом самом бланке так и остался. Весь в мешке. Значит, весь в мешке, весь его туалет. Тут и бритва, и мыло, и прочее, и так далее. Обязательно портянки. Обязательно. Зима или лето, не важно. Но больше всего солдат старался туда набить патронов. Особенно у кого автоматы. Вот наш батальон был вооружен не только фогами, но противотанковыми ружьями. А они хорошо действовали против легких танков и бронетранспортеров. В диске 71, по-моему, патрон. И это надолго хватало во время боя без перезарядки пользоваться. И поэтому обязательно каждый старался иметь сверхтабельного, еще хоть один такой, значит, диск, но уже заряженный. Когда выдавали НЗ, неприкосновенный запас, то он тоже хранился в вещмешке. У некоторых мешочки с родной землей. У пожилых, вот у меня много озводий было, намного старше меня людей, одному даже 50 лет. А наши войска довольно-таки быстро освободились от этих насекомых, которые просто называют вши. У немцев вшивость солдат была практически до 45-го года. Они боролись с тем, что посыпали, снимали это нижнее белье, в швы этого белья, значит, посыпали порошком, дустом и опять одевали, а потом, значит, выли от того, что у них разъедается кожа там и так далее. У нас же обязательно были бани. Как только где возможность передышки, землянку роют, как угодно делают, но обязательно бани. И вот с помощью этих бань фактически уже после Сталинграда вот эта массовая вшивость уже стала исчезать. Ощущение перед боем, оно носило общий характер, но в глубине у каждого были свои мысли. Никто не знал, какая тебе судьба в этот день уготована. Пересиливай себя, но действуй так, чтобы и солдаты, оглядываясь на себя, тоже сами держали, как говорится, нос кверху. В Венгрии шли тяжелейшие бои. Во-первых, были тяжелые бои за Будапешт. В Венгрии есть небольшой город под названием по-венгерски Сейкишфэхэрвар. Так наши солдаты потом шутили. Говорят, нам легче было два раза взять этот город, чем один раз его выговорить. Ну, шутки на фронте тоже всегда были. Без них нельзя было. Потому что все время тяжесть, все время кровь, все время неожиданности. И надо как-то снимать напряжение. Уже это было в Австрии, уже после взятия Вены. И уже мы выходили навстречу американцам, а нашу часть, как противотанковое средство, вдруг неожиданно повернули обратно. И мы форсировали под артиллерийским обстрелом Дуна и в обратном направлении, в сторону Чехии. Там второй Украинский фронт проходил. Так вот, часть наших войск по договоренности с командующими фронтами перебросили через Дуна, чтобы захлопнуть мешки, вырывавшимся из окружения фашистским. Целой группировки там. Остатки четырех дивизий, как мы потом узнали. Вот там был самый тяжелый бой в моей истории. И, как я потом узнал, нашему батальону это был тот же самый тяжелый бой. Почти двое суток было. Там были большие потери. Конечно, все были стревожены. Но так как у всех общее положение, то вот друг друга как бы там помогали. Вот, ну, взять такой момент, когда катер перевозил нас через Дунай под обстрелом, тут кругом фонтанчики взрывались эти, падали снаряды. Все, никто не сидел там, а все стояли. На случай, если что, чтобы как-то себя уже суметь сохранить здесь. И друг на друга не смотрели. Ну, а мне как командиру-то нужно было за каждым смотреть. Ну, все, ну, скулы были сжатые. То есть человек под напряжением был. Все были под напряжением. Когда на берег выскочили, вздох. У всех. Ну, на земле-то хоть тебя похороют, а в воде-то там кто тебя найдет? Это самое. Унесет Черное море. Питание, даже во время боя, питание все равно старались доставить. Если это в окопах, то легче. Туда или ночью, в темноте, или еще под какой-то ползком, но эти самые приносили питание обязательно. Это осталось на всю жизнь. Аварит Москва. Германия полностью разгромлена. Редактор субтитров А.Семкин